Здравствуйте! Меня зовут Виктория Гилберг и сегодня мы отправляемся на бизнес-ланч с президентом крупной девелоперской компании, членом правления Российского Союза предпринимателей и промышленников. У нашего героя бизнес в крови. В 19 веке его предки занимаются торговлей, мануфактурой. В свободное время он увлекается футболом и играет в теннис с профессиональными опытными спортсменами, так как считает, что опытный игрок намного сильнее. Арас Агаларов, президент девелоперского холдинга «Крокус Групп», окончил Азербайджанский политехнический институт по специальности инженер связи. Сегодня занимает 54 место в списке «Форбс» среди 200 богатейших бизнесменов России. За 20 лет реализовал объектов с общей площадью более 4 миллионов квадратных метров. Женат, имеет сына и дочь, кандидат экономических наук. Добрый день, Арас Аскандорович. Очень приятно познакомиться. Здравствуйте! Я смотрю, у вас в кабинете много мониторов, которые показывают стройку в реальном времени. Вы считаете, что нужно все в жизни контролировать? Нет, ну делать тоже по-другому невозможно. Либо надо ездить по этим городам, либо как-то смотреть, что там происходит. А здесь это мой контроль, который всегда что-то заметит, что было недоделано другими. Ну что ж, предлагаю пройти в ресторан и продолжить нашу беседу во время бизнес-ланча. С удовольствием, прошу вас. Арас Аскандорович, вы построили большое количество торговых центров, а вы сами посещаете их? Я практически каждый день делаю такую познавательную экскурсию, что у нас здесь происходит. Почему познавательную? Потому что о начинке беспокоится мой сын, а я занимаюсь обычным строительством. Вы какое-то время выделяете себе на шоппинг? У людей, которые когда-то занимались, а я сам занимался закупками, долгое время, шоппинг – это уже аллергия. Здравствуйте. Добрый день. Что я могу предложить для вас? Что вы порекомендуете? Я порекомендовала вам попробовать наше фирменное блюдо. Это черная треска с юзами со соусом. Попробуйте. С удовольствием. Арас Искандорович, в группа компании «Крокус Групп» ходит огромное количество ресторанов. Есть ли какая-то любимая кухня? Да. У меня их три. Первое – это если я хочу просто держать в форме, это нобу. Если, условно говоря, здесь ужинать, то вес никогда не прибавляется. Почему-то. Каким-то чудесным образом. Если я хочу очень вкусно поесть, это естественно азербайджанская кухня. А если просто нейтрально, то это итальянская. География такая. А сами готовить любите? Нет. Вы знаете как? Я люблю рассказывать, как это надо делать. Но если надо, я могу приготовить все, что угодно. А вообще-то я люблю азербайджанскую кухню и все, что готовится на медленном огне и долго. Я как-то смотрел передачу об английской кухне. Они только сейчас догадались о том, что если мясо тушить очень долго и на медленном огне, не доводить его до жарки, до кипения, оно сохраняет все витамины. Но это то, что происходит в азербайджанской кухне исторически. Вы скучаете по азербайджанской кухне? Нет, потому что она у нас здесь есть. В лучшем виде представлены. Да, в лучшем виде представлены. Бизнес-ланч для Араза и Виктории готовит шеф-повар ресторана Нобу Дэн Йен Дю Вио. Черная треска – это любимое блюдо Роберта Де Ниро. Во все 33 ресторана мира свежую рыбу доставляют напрямую из Аляски. Перед запеканием треска маринуется в соусе Дэн Мисо три дня, после чего карамелизируется и отправляется запекаться в печь в течение двух-трех минут. С чего начиналась бизнес-история Крокус Групп? Это 88-й год. Мы организовали кооператив «Шафран», который занимался абсолютно всем. И в 89-м году началась такая компьютерная истерия в стране. Мы начали их завозить. Я в поисках качественных дешевых компьютеров выезжал в Корею, Гонконг, Тайвань. Понял, что дешевле всего компьютер можно купить на выставке. Я тогда, уже в 89-м году, принял для себя решение, что надо делать компьютерную выставку в Москве. И когда мы в 90-м году ее начали делать, большие компьютерные компании, они просто в голос смеялись, чем вы занимаетесь. Это нерешаемый вопрос, потому что мы к этому шли огромное количество времени, а вы там собираетесь за короткий срок. Но в 95-м году мы были третьими в мире. И это было когда большим достижением, об этом даже «Нью-Йорк Таймс» писал на первой полосе. А с какими трудностями пришлось столкнуться в 90-е годы? С огромными. У нас не просто еды, у нас даже не было посуды в ресторанах. А я знал, что должно приехать огромное количество иностранных делегаций. И для того, чтобы их удивить, я даже в Кремле получил разрешение на проведение банкетов, открытия в Кремле на последнем этаже. Для иностранцев это было шоком. В то время, вы понимаете, в 91-м, 92-й год в России особого сбыта для таких больших компаний, как IBM, Apple, не было. И поэтому единственное, чем можно было их удивить, это Кремлем. Нам это удавалось. И с года в год выставки росли, они становились более значимые. И мы, в общем-то, к 95-му, 96-му году делали, по-моему, если я не ошибаюсь, до трети международных выставок в стране. А какие риски на тот момент были, когда вы решили организовать свою первую выставку? Дело в том, что подготовка в любой выставке – это много денег. И выставка могла просто не состояться. А если бы она не состоялась, все, что вы тратили в течение года, а тогда это была очень чувствительная сумма для начинающего бизнесмена, и это можно было все потерять. А где вы нашли инвестиции? Мы зарабатывали параллельно, то есть у нас были для обеспечения этого вида деятельности, у нас были другие бизнесы. А как вы решили открыть свой собственный выставочный центр? У нас была большая выставочная программа, которую мы начали, кстати, развивать на ВДНХ. Нас переманил экспоцентр к себе, и мы начали заниматься этим в экспоцентре. Но все время была ситуация, когда мы экспоцентру были немножко должны. И вдруг в какой-то момент в стране происходит кризис, и они нам заявили тогда, что если мы не заплатим наши долги, они нам выставки этого года не разрешат проводить. Я им обещал, что если вы нас подталкиваете к этому, то имейте в виду, что я начну строить свой выставочный центр. Но это у них вызвало просто насмешку. Я привык выполнять свои обещания, я это обещание выполнил. И когда я пришел опять же в Сбербанк рассказывать про то, что я буду строить выставочный центр, они были очень удивлены, потому что пустовали и ВДНХ, и экспоцентр. Они были недогружены. И как же ты будешь с ними конкурировать? Но я сказал, что я знаю как. И мы построили тоже за год. И мы каждый год строили одно здание. За счет маринования и запекания в печи рыба получается очень нежной и немного сладковатой. Она готова, можно приступать к сервировке. Резка выкладывается на лист бамбука, после чего украшается карамелизированной курагой, дольками лимона и маринованным стеблем имбиря. Шеф рекомендует съесть его после трапезы для очищения вкусовых рецепторов. Вы берете заслуженные строительные проекты, такие как стадион в Калининграде, объекты на острове Русский. Чем это связано? Я эти проекты не беру, мне их поручили. Поручили, наверное, правильно, что мне, потому что посмотрели, что я до этого построил. А Крокус уже к тому времени был построен. Было это поручение президента о том, что вот этот остров, на котором должен быть саммит, должен быть построен в течение трех лет вместе с проектированием. А там ни много ни мало было, миллион квадратных метров. На острове не было ни причала, ни дорог, ни воды, ни электричества, никаких инженерных коммуникаций. Все это пришлось очень делать в напряженном режиме. Очень много сил, энергии и даже своих денег нам пришлось там оставить, на этом острове. То есть вы на этих объектах ничего не заработали? На этом объекте я потерял. Конкретно на этом объекте. На стадионах, которые тоже мне были поручены, и если с нами рассчитаются, то есть по тем сметам, а нам еще остались должны, возможно, мы там в пределах 3-5% заработаем. Но там стояла задача не заработать, а там стояла задача успеть. Ростовский стадион, если мы строили три года, то на Калининградский оставалось всего два. За два года мы построили в таком конкретном болоте, в который невозможно было заехать, красивейший стадион. А какие-то спортивные объекты еще собираетесь строить? Вы знаете, если получат, мы построим все, что угодно. Но в Москве сейчас более ста крупных торговых центров, плюс вы еще собираетесь в ближайшее время строить новый. Насколько всегда конкуренция в этой сфере? Понимаете, торговые центры строятся везде в мире, даже там, где их уже в достаточном количестве. Просто что происходит? Происходит ротация. Строятся новые торговые центры, умирают старые торговые центры. То есть это такой перманентный процесс. То же самое, что жилье. То есть оно будет строиться бесконечно. Арес Айскандрович, у вас, конечно же, огромный бизнес, много чем занимаетесь. Но все-таки есть время для отдыха, для семьи? Обязательно. Нам с сыном повезло, мы живем рядом. У него, естественно, своя карьера эстрадная. Что меня очень радует, он не оставляет бизнес. Мы вместе работаем и достаточно успешно. Не повезло с дочкой и с женой, которая находится в Америке, далеко мы друг от друга. Тем, кто смотрит нашу передачу, хочу сделать такой совет, чтобы не отправляли детей в шестилетнем, семилетнем возрасте. Потому что сына я отправил, когда было 12 лет, и он был уже сформирован. А дочку отправил, и сейчас очень жалею, в шесть. В Америку? В Америку. Как часто вы к ним летаете? Чаще они сюда сейчас прилетают. Про вас говорят то, что вы self-made man. Как вы воспитывали своих детей? Нет у меня такого ощущения, что это я их воспитал. Я думаю, все-таки это гены. Они были достаточно самостоятельные. Я вообще сам не люблю делать замечания. Мне тоже никогда не делали замечания. Я старался с сыном и с дочерью делать то же самое. И вот получилось то, что получилось. Вы гордитесь своими детьми? Очень. Ну что ж, я предлагаю попробовать наше блюдо. А с вами мы прощаемся до следующего бизнес-ланча. Субтитры создавал DimaTorzok